Павел Николаевич, произошло перерезание красной ленточки, но купающихся в бассейне пока еще нет. Скажите, пожалуйста, когда бассейн откроется полностью? Когда фитнес-центр будет принимать уже посетителей? Насколько я знаю, оператор, который занимается бассейном 10 августа, запускает первых людей, которые купили абонементы. Я сразу должен сказать, что руководство совхоза приняло решение, что все наши работники, без исключения, постоянно работающие в совхозе, получат 30 тысяч рублей в виде премии в связи с открытием бассейна. Они смогут потратить деньги, как хотят. Могут купить себе абонементы, а могут купить себе что-то другое, если не очень хочется ходить в бассейн. Также мы сегодня разрабатывали программу, как наши дети будут ходить, дети работников совхоза, но они должны ходить бесплатно в этот бассейн, я так считаю. Поэтому мы сейчас ведем переговоры с оператором, с лав-фитнесом. Плюс к этому мы сейчас думаем, какую льготу предоставит совхоз пенсионерам нашим, а их тоже 286 человек. Не все, конечно, пенсионеры захотят пойти в бассейн, но те, кто захотят, обязательно мы их будем поддерживать в этом отношении. Потом мы ведем уже много переговоров. Мы сейчас пытаемся вести переговоры с Ленинским городским округом, потому что главной задачей, на мой взгляд, муниципальной власти является бесплатное предоставление услуг по тренеров и кружков бесплатных. К сожалению, в отчете контрольно-счетной палаты в вину Добренковой поставили то, что она обеспечивала бесплатные кружки и бесплатные секции. Написали, что она нарушила, нужно было деньги брать с людей. Также там много вообще несуразности абсолютных. 117 страниц текста и все придуманное просто. Ей там посчитали, что, оказывается, она переплачивала тренером, переплачивала тем, кто занимается кружковой работой в Дворце культуры. То, чем мы всегда гордились, то, что высокая зарплата у тренеров и у работников культуры, оказывается, это минус, так и считает районная администрация. В связи с этим мы пригласили начальника управления культуры и спорта, чтобы понять, а что они собираются сделать в следующем году. Отменить бесплатные кружки? Прекратить бесплатные секции? Или все-таки они собираются выполнять то, что делала Добренкова? Территория социального оптимизма, которую мы тут построили, судя по всему, они хотят разрушить. Мы этого, конечно, не хотим, поэтому будем вести всяческие переговоры и, опять же, условием такое будет. Если будут бесплатные кружки и секции, тогда и арендная плата будет льготная в размере муниципальной. Если же они собираются зарабатывать деньги на людях, тогда пускай платят, соответственно, коммерческую стоимость аренды. Этот процесс сейчас начинается, учитывая то, что впереди работа над бюджетом городского округа. А мы, Сосланы Владимировны Смирновы, депутаты, мы сейчас будем отставить интересы жителей. Насколько это получится, не знаю, потому что, к сожалению, пока видно, что власть больше денег тратит на черный пиар. Тут же вы снимали, появились какие-то граждане, которые, ясно, что не бесплатно ходят и опрашивают наших жителей. Вот этот небезызвестный в районе Павел Русаков, который является заместителем директора видновской сети, является основным этим. Фигурантом. То он открывает какой-то аккаунт здесь, совхоз имени Ленина, и там начинает всякие гадости писать про нас. То он посылает сюда всякие группы телевизионные, которые пытаются дестабилизировать обстановку. Ищут, чем же недовольны люди Добренковы, почему не так поликлиника работает. Поликлиника, одна из лучших поликлиник, это известно всем. И даже губернатор когда-то наградил нашу поликлинику как лучшую поликлинику в области. А теперь все, что было хорошего, они пытаются перевернуть с ног на голову и опорочить. А есть какой-нибудь позитив? Совхоз имени Ленина собрал очень хороший урожай земляники. Несмотря на то, что у нас действительно были очень сложные погодные условия, вы видели, сколько дождей было, сколько различных проблем было в связи с реализацией земляники. Как мы бились за то, чтобы максимальный доход получить? Мы получили очень хороший доход. Практически выполнили план. Несмотря на то, что мы около 15 гектаров земляники списали из-за майских дождей. Очень много ягод погибло. Мы только около 400 тонн, к сожалению, гнилой ягодой вынесли с поля. А уж только не вынесли, это одному богу известно. Но несмотря на это, можно сказать, что в этом году агрономы просто молодцы. В таких тяжелейших условиях они собрали большую часть урожая. Мы где-то 1200 тонн произвели ягоды. Для этого года это вообще рекорд. Ну и достаточно успешно, с момента того, что нам мешали, продали его. Так что мы позитивны. Совхоз работает, работники получили премии. У нас впереди, знаете, какие еще задачи? Мы сейчас пытаемся преодолеть бюрократические препоны и получить разрешение на пристройку в школе. Если это мы сделаем, то, значит, мы начнем пристроить к школе, к 548 еще один корпус, 3,5 тысячи метров квадратных. Мы пытаемся с районом, скажем так, объяснить им, что нужно сделать для того, чтобы начать пристройку к школе нашей муниципальной, старой школе совхоза Ленина. И тоже мы прекрасно знаем, как это можно сделать. При желании можно за несколько, ну там за год, за два решить эту проблему и сделать то, что мы обычно делаем. То есть дать возможность детям учиться в более комфортных условиях. У нас есть другие программы, которые мы тут производим. Видите, вот сейчас очень успешно люди впечатляют нам деньги. Я думаю, что в ближайшее время мы сделаем проект и уже покажем, что в результате народного мириада будет получено всеми жителями. Поэтому планов громадье. Осталось только денег заработать и отбиться от трейдеров. Так что все хорошо. Продолжение следует...